Приветствую всех! Раз, два, три! Это Wall Street Online и приветствую всех, кто в чате, кто онлайн смотрит трансляцию и также приветствую тех, кто будет смотреть записи наш еженедельный аналитический обзор, который уже порядком шести лет. Каждую пятницу 20.00 или 5 ссылка не меняется, поэтому сохраните ее и в каждую пятницу можете попасть на обзор. На YouTube есть плейлист со всеми записями. В общем, не успеете попасть на вебинар, можете посмотреть записи уже в понедельник, либо воскресенье, в зависимости от того, когда будет размещен на YouTube видеозапись. Итак, на этой неделе было достаточно много важных, фундаментально важных экономических отчетов, особенно в ВВП. Выступали и британцы, выступали и евро, ну, ДЦБ Драга, собственно, и очень плохо считались британцы по ВВП. Ну, вернее, хуже не только ожидания в отчет по ВВП был, но и хуже предыдущего показателя. В принципе, я не думаю, что сильно как-то расстроятся финансисты. Brexit в любом случае, это еще, я думаю, даже по-божески последствия выхода из еврозоны. В любом случае, небольшие нарушения каких-то товарооборота, товаров экспорт-импорт. Ну, в общем, предыдущий показатель был 2.1, читались 2.0. Это за квартал. И вот ВВП за процентную ставку Канада ставил на том же уровне. И по ВВП Германии, как предыдущий показатель был, так ждали, так и, в принципе, они читались. Все четко, как немецкий автопром. А вот, на следующей неделе по штатам, в принципе, будет более-менее спокойно, кроме пятницы и четверга. Там будет jobless claims и пятницу employment, соответственно, на открытии биржи. Плюс ко всему, к этому петрольному статус report. В четверг будет насыщенный по нефтянке день. А вот 29 мая all market closed. Так что у меня выходной. Будут все американские рынки закрыты. Соответственно, кто торгует на российском рынке, учитывайте тот факт, что будут идти без ориентиров. Ну, то есть, только Европа и, ну, если на индексе RTS торговать, то будут ориентироваться на FESX и DAX, пока стоит S&P. Ну, и остальные важные крупные индексы. И плюс Азия. Да, совершенно верно, Михаил, совпало. Кстати, по поводу ОПЕК. Я зашел на их официальный сайт. Там было написано 30 ноября 2017 года. Следующее собрание ОПЕК. Вот. Я все хотел узнать, когда же эта дата. Возможно, мы не так друг друга поняли. Вот. Я думаю, что Канада будет менять процентную ставку, наверное, только после того, как изменит процентную ставку Америка. Вот. Я думаю, так. Не раньше. У них, в принципе, все там идентично. Итак, на следующей неделе, кроме United States, есть еще важные события. В общем, воскресенье в Китае. Очень классный праздник. Праздник драконьих лодок. Если вы увидели по ТВ такие красивые, яркие, сочные, костюмированные такие большие драконы, в которых участвует несколько человек, это вот самое оно. Веселый праздник. Значит, вторник также продолжается в Китае. То есть, в понедельник торгуем на Росрынке без Америки и без Азии. Гонконг и Китай будут отмечать до вторника, в общем, в драконьей лодке. Вторник, индекс доверия потребителей, это по США. И в среду открывается Китай, тоже с деловой активностью в производственном секторе. Безработица в среду также по Германии. И Канада со своим ВВП в 15-30 в среду, 31 мая. И в среду заканчивается весна, друзья мои. А это значит, что до экспирации остается буквально две недельки до закрытия июньского контракта. Большинство, популярных фьючерсных контрактов, не учитывая золото и нефть, у них там своеобразная экспирация. Вот. Также в Британии индекс деловой активности в пятницу, ну и по штатам мы уже обсудили. Больше ничего сверхъестественного. Единственное, что бы я хотел подчеркнуть, я периодически слежу за этим показателем. На следующей неделе будет такой интересный отчет показателя Швейцарии, правда. Индекс ведущих экономических показателей Швейцарии от KOF. Напомню, что это достаточно такой сложный индекс экономных показателей, там порядка 12 или 13 показателей участвует. И они как бы, это опережающий индикатор, то есть они рассчитывают на месяц с учетом тех данных, которые есть, какая, в принципе, у нас обстоит картина в Швейцарии, собственно. Но по моим наблюдениям достаточно неплохо совпадает. В общем, если показатель будет либо на уровне, либо выше, потенциально ожидается рост на месяц. И так каждый месяц они отчитываются. Если будет показатель ниже предыдущего, либо очень сильное снижение, то тенденцию стоит в южную выбирать. Вот. Это будет в 10.00 как раз вторник, 30 мая. А в понедельник Швейцария читается по безработице. Ну, тоже, в принципе, не помешает. Так. Еще раз подчеркну. Понедельник. США закрыты. Китай, Азия, Гонконг, драконьи лодки. Соответственно, Европа. И мы работаем. Плюс employment в пятницу по США и jobless claims чуть вверх вместе с петролиумом. Вот такие, собственно, события на следующей неделе. Ну и Канада со своими ВВП. А я думаю, что если США читались лучше предыдущего, соответственно, и Канада тоже там особо не отстает. Так. Ну, в общем, это все экономические показатели. И на этом экономический календарь мы завершаем. Я предлагаю буквально чуть-чуть взглянуть на рейтинг. Предварительно так заглянуть за кулисы. Кто лидирует и как обстоят дела у нас с талантливыми участниками. Сейчас подгружу. Почти подгрузил. Сейчас эта статистика. Уже я вижу ее. И она, в принципе, готова к тому, чтобы вам ее показать. ЦМЕ с 13.03 я взял. По текущий день. Это за весь ЦМЕ. Значит, трейдер, который на первом месте, вот, к сожалению, не принимает участие, так как нет никнейма. По условиям желательно хотя бы себя как-то назвать. Ну, и так будет более-менее правильно. Так. Маркетмейкер. Одна сделка. Мы можем, в принципе, ее взглянуть. Это, в принципе, можно сделать Performance Report. Да, я же забыл. Это за весь ЦМЕ. Нужно искать на каком инструменте. Ну, скорее всего, либо Евро, либо S&P. Итак, одна позиция и он оторвался достаточно далеко от MouseWare. MouseWare это студент. Ну, уже не студент, уже достаточно практики прошло. Третье место тут железно-бетон. Статистика 80 сделал 50 плюсовые. Супер. Пойдет. Макс тоже неплохо держится. Alex01 тут бесспорно. Я выдал сразу призовые. Хорошая статистика. Пятое место. Сам Alex тоже знаем таких ребят. Четыре сделки. Балк это в команде с Alex тоже Smart Volume Trading герой. Молодцы. Не отстают. Держатся, держатся. Юра. Знаем Юру. Стоит по одной сделочке. И есть новый интерес на трейдеры. Тот 88 тоже знаем. матч серча. новый трейдер матч серч. И вот 300 сделок. Скажите, есть кто кого я назвал в чате сейчас и кто совсем недавно к нам присоединился. и еще бы хотел спросить есть кто в чате кто хотел бы тоже участвовать публично открывать позиции делиться где открываются сделки можно комментировать их трейдер сделал одну сделку и на втором месте сделка похоже что была затяжная надо будет посмотреть давайте посмотрим сейчас еще форца потом отдельно по S&P по евро и мы найдем этих счастливцев которые вот по одной сделке открыли и три с половиной я думаю мы сейчас разберемся почему они болтаются и скорее всего это позиционная сделочка так по форс берем с 15 числа по текущий день и так у нас первый assets это похоже первый раз я вижу да и вообще здесь по форт ребята новые многие 40 сделок плюсовой неплохо надо будет посмотреть достаточно интересно тут вообще без проколов так нек знакомые даже помню аватарку сейчас мы посмотрим отдельно S&P евро и ну чтобы не играться с таблицей и не занимать время церков фан тоже знаем посмотрите как аккуратненько с 72 сделки 36 тут dvk i 33 сделки 30 плюсовые прям хочется взглянуть честно говоря катапульта но очень много новых трейдеров фриксы знаем знаем так тема скайдайвер есть такие обратите внимание что все чаще и чаще чаще в лидерах трейдеры которые немного сделок открывают и это непобедимый агран 220 легендарный это дембель дед дед в рейтинге было помню такой трейдер как же у него был ник там такой длинный 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 все просили его сократить тоже неплохо работал видимо перестал транслировать онлайн бенджамин хоэм ну очень очень рад что все те же держатся в зеленой зоне буквально вот агран немножко по 200 сделок нэк 250 по 100 сделок склероз смотритель ну кто там еще николя 182 так в принципе до 100 сделок у всех за контракт это за 3 месяца в принципе не не слишком активно то есть бывало такие ребята и по 2000 сделок за контракт тут закрытых было сделок так так в общем у нас лидер асет он 243 процента оторвался потом за ним идет и бонд 195 185 неизвестные они не участвуют и в третьем место нек вот такие результаты давайте теперь отдельно по инструментам у каждого инструмента есть свой лидер ну тут на самом деле нельзя рассуждать кто лучше кто хуже закрыли контракт в плюс это уже супер интересно просто какие-то талантливые либо очень хорошо торгующие трейдеры вот что-то новое привнесут в торговлю интересно наблюдать за теми кто очень мало убыточных сделок делать либо мне так же вот наблюдаю кто каждый контракт в зеленой зоне каждый контракт и такие есть я как-то полгода назад размещал слайды я звездочки ставил напротив трейдеров сколько звездочек столько контрактов закрытых плюс и в там достаточно много людей было по 4 контракта плюс постоянно подряд то есть нет контракта в минус сразу последние 4 контракта я смотрел достаточно много людей так ну это хорошо так и у нас ртс вот они ребята и бонд ну давайте посмотрим на эти 4 сделки я думаю это не слишком займет много времени я недолго займу вас с этим рейтингом так как это предварительный такой просмотр чтобы ориентироваться кто там уже лидирует так ну в общем сделок немного как вы видите так шортец два контракта и где-то еще сделки не видно я так понимаю больше не было шорта это вот одна сделка на открыто много раз по два контракта немного четыре раза и закрыто восемь контрактов 106 800 так неплохо ну небольшая просадка была такие вот сделки одна сделка на самом деле 4 просто 4 входа так давайте еще посмотрим достаточно неплохо вот 9 ай показывают активность так так ну мы уже обсуждали насчет сделок утром в первый бар это сразу не учитывается они деви кей ай если вы не знали я к сожалению напомню открывать первые там 5-10 минут утром если на виртуальном счету участвовать рейтинге ну мы не учитывая такие результаты в принципе торговля неплохая особенно вот этот шорт просто невероятно отличный вот шорт до загрузка зафиксил и потом постепенно фиксирует очень похоже тактическая так тут у нас пошел ух ты тут увеличивается латаж пирамидно ну в общем такая достаточно жестокая тактика так 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 кого бы еще глянуть так а вот новый трейдер китах возможно неправильно назвал уж там извините ну сделок немного серийность неплохая где они там зашел вышел аккуратно все жаль я думал новый талант появился ну да ладно более детально рассмотрим уже ближе к экспирации еще давайте глянем S&P евро и быстренько начнем с RTS так S&P Mouse War вот он гигант Alex01 второй не сомневался Max 3 да тут прям весь все герои смарт курсов молодцы ребят молодцы балк балк тоже тут отлично так Alex star молодец тоже причем неплохая вот серийность пока огран 20 20 ну как без него по любому десятки должен быть смотритель и матерч вот у нас новый трейдер 5 сделок и давайте посмотрим что там за сделки там 5 сделок и 4 плюсовое так сейчас мы за может забиваем ух ты вот он зашратил счет фиксировал и висит ну все было классно пока не ушел в убыточную зону забыл про позиции видимо так тот этот счет отличился смотрите молодец тоже огран потом посмотрим это мы оставим на рейтинг уже на завершение алекса тоже посмотрим ну мои поздравления те кого знаем вот тогда 15 числа уже будем оформлять рейтинг на самом деле в этот рейтинг мы выкладываем и это абсолютно прозрачный и ну мы его никак не меняем либо же там те же самые правила в рейтинг за контракт есть то есть можно показывать кто сомневается в ваших способностях что вот есть статистика и эти сделки можно посмотреть то есть грубо говоря они никуда не не пропадают можно на истории даже посмотреть любые сделки любого трейдера в трейдер статистик либо же трейдер статистик выбрать любой день и посмотреть как там происходила торговля также рекомендую тем кто только тренируется и получает опыт открывать публичные сделки тоже полезно во первых немножко дисциплинирует во вторых их можно обсудить с кем-то из более опытных ребят там может ваших наставников либо помощников либо у кого вы учитесь консультируетесь то есть сделки видно прямо на графике допустим вот сегодня у нас порт с так вот фанки фант скайп 80 еще открыт все закрылись вот 2 кей ай зашатил вышел так это сегодня были попытки вышли x то есть сразу на графике видно торговлю и во первых интересно потом свои сделки изучить найти вот эти страшные моменты почему косяки происходят либо где нарушения идут вот так видно все и стопы и профиты так что даже если вы берете демо версию после завершения тестового периода у вас открыт доступ к этому рейтингу и вы можете через окно ордеров классы сделки тренироваться это абсолютно бесплатно и в рейтинге вы будете отображаться тренироваться можно бесконечно и так рейтинг неплохой в принципе есть новые трейдеры и очень приятно что старые трейдеры держатся неплохо так ртс все с рейтингом закончили и у нас получается записать ребят попросили записывать время когда у меня какие инструменты начинаются где же мой карандаш так ртс очень сегодня интересная ситуация была причем и на сбере тоже кто смотрел за акцией 25 минута мы начали ртс и так давайте посмотрим в общем ситуацию и надо настроить инфомод сбер тоже посмотрим в принципе уже заканчивается 3 месяца контракта и квартал по акциям возьмем тоже посмотрим кто утром открывал рынок вот как раз процент от открытия цены открытия вся красная зона была по российским тикерам сбер газпром ртс все ушли в отрицательную зону там такая была ситуация так итак в первую очередь посмотрим на динамику и у нас март ключевой диапазон который уже раз тестируют и неоднократно уже были на коридоре 106 106 700 это вот этот коридорчик который выделен кстати выделять вот так коридоры я уже показывал просто в лайн сеттинг вы настраиваете эту функцию значит на 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 пат на 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 коридор и тут и даже упали немножко объемы ликвидность была ровно на неделе и волатильность такая была беспощадная как видите три сессии еще с восемнадцатого девятнадцатого числа в одном коридоре такие периоды очень тяжело работать то есть в коридоре когда стоит рынок очень немножко волатильно но мат ожидания обычно очень плохое и еще два дня в коридоре только третьем чуть-чуть пошел нарушение все закончилось опять тем же минимумом давайте отметим и 106 500 повторно является у нас минимум недели который так и не закрепили ну так и не пробили далее ликвидность идентичная как на прошлой неделе без каких-то излишеств работает ровно без выбросов вот единственный четверг четверг был и волатильные немножко и отличился по ликвидности открывали позиции вчера сегодня и позавчера 24 по текущий день приток по открытым сделкам не с не слишком резкий не слишком аномальные но но не фиксировали и уже хорошо и по дельте у нас получается вчера был 30 тонн агрессор вот такие у нас активности на ртс сейчас мой вы свой еще под под вот у нас третий день набирается дельта и уже общая любидность миллион семьсот давайте посмотрим на классер профайл на дневках выделим гипер важные моменты так ликвидность сегодня чуть меньше полумиллиона но как видите есть плотная такая часть с котировочкой где поработали байер давайте захватим этот коридор плотненько сто семь сто сто семь триста пока тревога болтается вышитого коридора и самый минимальный агрессор у нас был по сто шесть семьсот мы его тоже зафиксируем отметим правда зеленым цветом здесь мы поставим вот так все поддержку у нас выделено и по сопротивлению плотненько поработали два дня били по коридору сто восемь 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 сто сто восемь пятьсот сейчас мы его зафиксируем в качестве сопротивления так тут мы меняем на вниз и ставим тридцаточку вот соответственно в понедельник вторник вот во первых понедельник мы будем идти без ориентиров америки без ориентиров азию и это принципе неплохо можно будет немножко самостоятельно еще один коридор мы его уже фиксировали еще на той неделе но обязательно его учитывать пока его так и не пробьет значит тут чуть-чуть подправим не 30 а 27 вот так вот честно как видите защита два дня была на этом при подходе к этому уровню поэтому мы сто шесть шестьсот пятьдесят тоже захватим соответственно чтобы много ли не ставить мы попросту расширим этот уровень до тридцать пятой вот есть у нас сопротивление теперь причем подтвердили три дня не пускали это возьмите на заметку и расширение было сто сто семь восемьсот еще немножко прибавили по пробитию ну в общем то пока все вот такие уровни из стареньких сто шесть захватите двести пятьдесят вот пригодится хоть он и не свежий но свое дело сделал была поддержка возможно повторная активность на этом уровне вот таким образом можно слишком не перегружаю сетку уровней с легкостью выставить коридоры и тем самым разгрузить немножко цена вышка шкалу так мы у семнадцатый сюда поставим а здесь у нас с семнадцатого соответственно вы сразу можете видеть с какого дня вы мониторите какого именно дня массив то есть это вы не учитывайте а мы как раз именно только этот кридор берем причем те кто по боковой гистограмме за контракт выделяет уровни не всегда это является хорошим решением так как в течение всего контракта определенные ценовые диапазоны так и остаются с однонаправленным маркером многие диапазоны проторговываются и на покупку и на продажу то есть там уже идет микс да то есть смешанная по ликвидности вот допустим этот уровень на сопротивление его до сих пор не пробили но отпечатается объем здесь на левой гистограмме и вот этих покупателей потом этих сейлеров в том снова здесь была активность немного байера потом все-таки взяли контроль сейлеры то есть тут ну на левый гистограмме видно что там объемные работают но конкретно по свежести уровне лучше смотреть по массивам так это у нас идет 35 тоже старенький уровень и мы его фиксируем с вот этой сессии 3 05 просто ставите 3 05 с какого дня и сразу понятно что вы выделили какой массив давно хотелось такое сделать и наконец-то намного удобнее пока привыкнете возможно будет немножко неудобно но со временем в принципе как водить автомобиль как писать ручкой шариковый либо пером то же самое привыкнуть можно это несложно это базовые уровни на дневном таймфрейме расчет сценариев также этих уровней отталкиваемся по локациям поддержки уже много раз подходит 106 причем чем больше раз будет подходить к этому уровню это уже по опыту по наблюдениям чем чаще подходит коридору тем вероятнее что его все-таки осилит а тут у нас несметное количество 4 7 6 8 9 10 11 12 сессия это только на этом участке ну и в неуверенно себя ведет пятница плюс 6 сессий такой подозрительный рост ну хорошая такая действительно весомая динамика на рост ну не всегда так начинается желательно конечно по динамичнее и поувереннее себя вести тут сложно сказать что это уверенный уверенная площадка на рост но допустим вот здесь формируется перед движением на покупку вот такая формация и у нас фактически идентичная схема тут 4 сессии да вот кстати идентичная схема 4 сессии но немножко не похоже вот но немножко не похоже вот эта сессия должна была уйти до 106 тогда было бы тетелька в тетельку как видите здесь идентичная схема 4 сессии ушли вниз соответственно это уже прям очевидно вот пока не пробьют 108 800 пока не уйдут за вот этот блокпост 110 ну и соответственно фундаментальная реакция и нефтянка должны это все дело подтвердить давайте посмотрим что по дельте происходит в принципе итак покупки у нас происходили тут тут и собственно тут но сегодняшняя сессия скорее всего результат фиксации вот этих четырех сессий вот тут у нас идет агрессор на продажу мы все правильно выделили и ну пока такой уверенной динамики агрессоров на покупку мы не видим основная вот локация на сопротивление 108 800 108 500 поэтому если работаете на покупку тут проблемный коридор номер один если спекулятивно будете искать шорт потенциально могут здесь возобновить агрессивность целя и немножко детально 15 минутом таймфрейме сейчас мы рассмотрим это все вблизи и так WP у нас идет 108 360 пускай отметим будет итак где у нас нижний гистограмма делается а я боюсь ваев так ну по дням посмотрим распределение активности вот как видите самая такая агрессивная динамика была почему-то не днем а под закрытие и немножко на вечерке это явно не банки которые там до 19 0 работают скорее всего либо какие-то инвест компании то есть те кто может вечером спокойно работать и не нужно в коллектив заставлять там за двойной оклад оставаться на вечернюю смену так ну каждый день все агрессивнее работают селеры байеров пока ситуация так слабенько хотя вот здесь это после открытия штатов более-менее так набирают дельту по открытому интересу мы сейчас это все проверим да смотрите вот недельку начали мы с 510 заканчиваем 578 набрали позиции и кумулятивная дельта у нас к сожалению вот такая вот 30 тонн общая за неделю были попытки байеров и быстренько уничтожили соответственно основная часть открытия приходит четверг пятница дельта здесь также четверг пятница вот это вся запачкана четверг первая часть торговой сессии массивность давайте посмотрим что там происходило в общем и вечерочка которая странным образом пока все отдыхают после дневной сессии набросали там богу знаешь чего дельту просто не будем мучиться и проискидал 50 процент топовая дельта опять же пришлась у нас под закрытие но тут еще терпимо 44 днем и вот 12-30 тоже четыре с половиной кстати обратите внимание это одинаковое количество контрактов ликвидность там тоже скорее всего идентичная 12-30 20 почти 25 тонн хотя нет тут у нас было 71 71 тысяча контрактов оборот дисбаланс прошел четыре с половиной и 6 так еще раз вспомним 6 четыре с половиной там где 20 тысяч контрактов было это как раз хороший пример тому как ликвидность в три раза меньше дисбаланс в разы больше на популярных инструментах бород попросту в холостую идет дельта может там даже меньше процентов быть а здесь так существенность двадцатки выдачили так давайте все эти агрессивные выбросы тут прям напрашивается коридор очень очень напрашивается набирали позиции явно здесь сто восемь двести сто восемь 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 сорт что же я делаю лишь можно так чуть 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 темнее чтобы не сильно ярко было так это уже на расширение было но ведь его вот активность где еще может крупный селлер поискать встречные ордера на минимуме дня естественно кажешь кэш по-другому там утром тоже вот видно след 109 200 по 450 ставим сопротивление это все четверг на натворил поэтому если вы в шортах еще шансы есть ну в плане вы стоите на стороне пока того кто контролирует цену хотя пятница достаточно флотовая но после такой динамики зачастую это нормальное влияние так и давайте захватим то что было вот вечером тут прям вот все забросали продажами и так ну тут фиксация в основном светится тут у нас открывали и здесь открывали поэтому мы фиксируем непосредственно ту часть где было открытие нам остальное особо не надо тоже поставим на сопротивление на всякий случай как только уйдет котировочка ниже она принципе особо и не выше могут сдерживать я думаю на сбере на газпроме сейчас все станет и понятно и ясно перед выходными зафиксились немножко вот вечерочка интересная активность которая на покупку была она вот тут в основном фикси фиксируется ветер там особо не на открывали они позиции единственного вот открытие было у байеров вот тут массив вот массив он здесь это утром было все остальное часть видео основа фиксация прошла пришлась и открытие еще вот здесь массив байеров тут тоже стоит выделить мы их объединим попросту чтобы не засорять котировку и будем учитывать на всякий случай может там снова будет какая-нибудь такая повторная активность чем черт не шутит и вот мы не смещаем так видите вот по боковой гистограмме еще вот этот уровень надо захватить но плотность на самом деле находится здесь там уже идет экстремумы в основном и фиксируется ведь фиксируется немножко пик был у нас 580 и 775 ну там немного но в любом случае у байеров не особо много пока подвигов диапазон пока этот не пробьют это говорит о слабости пока и неуверенности байеров динамика их под вопросом то есть это вот коридорах который сдерживает здесь на самом минимуме после расширения до загружались целера и это прям вот написано там вот в офисе толщина линии вы выставляете где она тут была же здесь тип ну вот тип линии я ведь я всегда беру пунктирную линию она не особо напрягает потому что если убрать сплошную то такой сплошняк и ставьте возможно у вас в глобал опшенс не выставлен сейчас этап глобал опшенс и вставьте его здесь юзер лайн н колор то есть линия начинается допустим ярко-красной а до гистограмм она уже доходит черный то есть такой переход темный так как у меня черный фон она по сути пропадает но это я себе так выставил из-за вот этих гистограмм потому что линия ведь доходит просто линия когда черные но не сильно перекрывает гистограмм q и они друг друга там особо не конфликтует берите бордов темно-бордовый на сопротивление темно-зеленый мне ничего больше не делаю если будут трудности там как-то настроить напишите в скайпе там понедельник вам помогут обязательно там может действительно что-то не так настроили и это создает неудобства если есть неудобства торговать будет опасненько так ну в общем по ртсу ясно давайте мы сейчас посмотрим что пойдет по сбер и по газпром и станет тогда уже картинам более прозрачный это нам подскажут акции сбер ну и в завершении естественно сам бренд и light speed crude ойл и так вы из вы в волна идет у нас три дня после такого перерывчика начали по сути они с 22 два дня ушли на даже три дня на шорт остался с сесси в коридоре вот мы расширяем за 160 и так как мы видим набирали байера свою в агрессивность вот на ком участке и дошли до 160 мы с вами знаем уже по объемному анализу тут не просто так происходит остановка здесь две таких крайне укомплектованных цены и 159 и 160 неплохо там отличились даже если мы возьмем конкретно с начала апреля статистику они в любом случае вот отпечатались чуть повыше вот если взять и 163 и 162 тут 161 с половиной тоже было поэтому здесь могут заново возобновить активность те кто там что-то покупал вот коридор плотники ветер я сейчас добавлю в март и уже картинка будет немножко размазана это за счет того что в большой период формировать гистограмму не всегда есть хорошо если допустим надо в край как-то быстро плотный участок зафиксировать какая гистограмма там но профиль воспользуйтесь вот кастомизированным профилем выделяете непосредственно участок и формируется гистограмма этой зоны и статистика базовая там высота ликвидность дельта сразу вот справа таблица видите увеличивается амплитуда атака агрессивность начинали с малого и уже идет вот такая пятидневная агрессивность на сбере что очень очень подозрительно давайте посмотрим что там по объему них и ну топлива на это все не особо много выделили соответственно пока слишком пугаться не стоит как видите бывали времена и поет и получше но с другой стороны это и еще и подтверждает что пока вот такой-то ну в конкретно точки со стороны поддержки пока еще нет то есть две-три сессии с таким вот примерно ликвидом подряд тогда уже может появиться шанс пока такой объем не появится можем еще немножко откорректироваться причем обратить внимание четверг и пятница торгуются достаточно так динамично практически не восстанавливались а вот то есть 163 пробили и у сразу на 160 уши смотрим дельту ну вот она и дельта 800 и вчера было почти полмиллиона 400 тонн только до дельта обороты с 3 и 4 процентном соотношении это 11 процентов на самом деле это для акции за день не так уж и мало вот посмотрите 15 процентов тут 15 процентов и тут нас процентов они как-то они совсем не скрывают ничего 11 но тут не дотянули вообще 15 процентов 15 процентов 15 процентов и 11 вывод тут недолго делать сразу понятно в общем нужно две-три сессии дельта на покупку по акции обязательно чтобы заметить все реально освеживших байеров набравшихся сил и готовых тарить акцию во все оружие пока этого нет лучше побыть стороне и не лезть покупки следующее не пробили 172 это мы фиксируем как важный момент их давайте сравним с майс x10 ну видите относительно майс x10 сбер еще чувствует себя более здоровый майс x10 на самом деле висит уже на волоске если вернуться в понедельник обратно и есть шансы что эта модель снять из топорей но сегодня к сожалению youtube сравнение майс x10 ртс где отделал и даже мы там что-то хотели выложить но не успели обзор разместить так как было уже не актуально поздновато немножко вот сбер еще более меня здорово выглядит давайте посмотрим по агрессивности что там у нас выделим по коридорам но 170 само собой но ведь и неделя такая достаточно соу соу видите в участке где ядро формируется очень плотно по объему и на этой неделе буквально одна сессия только сформировала достающий до фильтра объем то есть чтобы вообще был подсвечен уровень то есть концентрации кого-то размещением по одной цене мы не заметили эти пять сессий ни одного фильтра даже нет причем это проскил 05 только сегодня вот появился поэтому это зафиксируйте первая такая активность и она сто шестьдесят с половиной мы сейчас посмотрим что там вообще произошло да действительно миллион семьсот и миллион четыреста по 161 цены ровные цены аккуратно вот да здесь видите миллиона практически найти невозможно вот 800 800 800 851 851 похоже нездоровая цифра она встречается несколько раз вот она и вот она и возможно у меня просто а миллион четыреста еще было вот здесь просто миллион четыреста мы видим тут тут и принципе больше пока вот миллион пятьсот миллион четыреста в общем ключевые объемы восемьсот пятьдесят и вот миллиона четыреста миллион семьсот акции по ценушке давайте посмотрим под дельте ах ты как красиво и байер селлер прямо так вот так вот отличились молодцы так давайте дельте немножко закорректируем тут слишком большой фильтр итак 400 тонн 250 250 только по одной цене прошло 500 полмиллиона вот здесь против трехсот 280 против 260 и 200 150 228 211 200 469 против 398 это скорее всего касая дельта мы сейчас отключим и тут мы отключим и тут мы тоже отключим остается только дельта и мы еще поставим здесь 50 раза три мягкий фильтр тоже нужно поставлять так обратите внимание тут плотненько тут плотненько по акции начиная со сто шестьдесят семь с половиной и выше даже сейчас мы его тоже затронем сто шестьдесят восьмая на самом деле и сто шестьдесят пять и пять так сейчас проверим понятно так этот коридор мы захватили 168 сопротивление четыре дня даже больше тут без остановки работают вот ребята в купальниках красного цвета потом тут агрессивненько очень 11 числа порядком один тоже 15 процентов и рядом у нас 9 плотно вот так вот ну фактически до 171 сопротивление без остановки по поддержке у нас ближайший уровень хороший был уровень вот здесь пробили пока и ближайший вот у нас начинается 150 153 с половиной по поставим поддержку поддержка ближайшие вот такие коридорчики у нас по сберу газпром сентябрь с сентября по текущий день сейчас посмотрим пам-пам-пам-пам-пам-пам можно прям за целый март так сентябрь вот у нас 2 сентября 152 тут еще далеко по сути ушли оттуда как раз в апреле вот массив который сформировали в декабрьском 16 вот протестили соответственно рекомендации такие значит коридор 152 147 даже 148 более грубо это важный блокпост его даже протестили тем самым так сейчас немножко не рассчитал пока привыкнуть надо тем самым подтвердив значимость этого уровня тут и по боковой гистограмме пока не пробили и отпечатались неплохие агрессоры на покупку как раз 154 там 156 мы уже фиксировали этот диапазон вот такие вот активности у нас ну еще не все потеряно в принципе такая динамика была неплохая в коррекционный момент еще все лето вперед но пока повременить стоит не спешите продавцы летите ну видите как начинался шорт второго февраля с первого февраля там просто ведь вся неделя была на процелях а на максимуме там где-то по три дня висели продавцы так что пока идет разнобой еще терпимо но с другой стороны активность как видите не такая уже как раньше тут прям можно провести так сравнение видите либо ждут либо уже инвесторы устали и все там в самой акции так так газпром за неделю как все переселен так все с все все в У нас на YouTube канал, где Wall Street Online размещается, уже где-то год 3000 подписчиков, никто не добавляется, никто не девается никуда. Я спрашиваю, ребята, а чего там, так и висит число подписчиков, никто ничего не комментирует, не лайкает, просматривает, но ничего никак не поддерживают каналов. Смотрите, как Газпром ровненько, красивенько может расти, прям душа радуется и точно так же может красивенько на дельте уйти вниз. 120 пока еще открытый вопрос, тут, как видите, по ликвидности появились участники, кому интересно, по 120 подхватить немножко Газпромчика, 120, 122. И тут у нас идет уже снижение ликвидности с оборотов 8 миллионов, 5,7, 3,4 и 2,2. То есть желающие, кто хотел тариться, они вот потихонечку заканчиваются. Смотрим по дельте, по дельте у нас сегодня даже есть 300 тысяч на стороне байера. Еще ни о чем, так как у нас до этого было 5 дней, агрессор активный на шорт. И вот так вот могут заканчиваться такие шорты, передышка и потом первые же 600 тонн акции сразу улетают наверх. Поэтому осторожней, пока еще делать выводы и на покупку рановато, и на продажу. На продажу, как минимум, дождитесь вот этого коридора, 26-й. Соответственно, сессия, где было 8 миллионов оборотов, она ключевая. Вот здесь, допустим, 9,9 было. Сколько там у нас дельты? Полмиллиона. И миллион триста было с ликвидностью 5,7. В принципе, выше 5 миллионов, это уже важная сессия. А здесь было 600 тонн, да. Здесь 8 миллионов, и дельта составляет процентность 22%. 22% немало. Так что, причем... Было бы понятно, если бы тут достаточно долго тарились селеры, но... Там было неразбериха, и потом сразу рванули. Возможно, тут что-то подстроено есть. Похоже, скожесть. Так. Ну, давайте самую плотную часть. Это вот цена 133,5. Я бы даже взял по... Ну, не весь, конечно, коридор, но часть большую бы прихватил. Вот до этого коридора самая плотная часть. Первая. Потом идет у нас там, где 8 тонн. Где она? Вот. И давайте посмотрим, что же там у нас оставили. Участники... 150. 248. В два раза фактически перевес был. 116 против 13. Нечестно. Совсем нечестно. В три раза... Ну, практически весит коридор 129-126. Тут, бесспорно, дельта есть. Дельта есть, и мы даже... посмотрим сейчас по параметрам. Поставим чуть пожестче. 50. И тут мы поставим... Вернее, тут 70. А тут по 35. Раза три. И... Так. Что у нас есть? У нас есть попытки... 13% уже вышли на дельту, поэтому на всякий случай, чем черт не шутит, возьмите вот коридорчик 121.1. Отметьте, пригодится может в качестве поддержки, почему бы и нет. Если жутко будет оттуда убегать... Ой, 300 надо ставить. В понедельник, там уже может даже на коррекции защита будет. Так что ж такое. Надо привыкнуть еще к этим настройкам. Вот. Вот такие вот активности. Так что, похожий был участок вот здесь, причем даже агрессивнее. Но здесь волатильность куда весомее. 129, 125.9. Слишком широкий коридор. Давайте самую львиную долю возьмем сейчас. Так как это будет грубовато. 126 годится. Так и тут надо выделять. Так, 134 по 130. Вот тут точно. Этот коридор обязательно хватаем. 126 и 9, 107. Так. До 158. Вот 127 и 6. До 128. 158 тысяч. 126 и 6. 127. Потом. Тут прям вообще загадочно. По 116 тысяч контрактов по акции. Видите? Прям в открытую. Смотрите. Еще надо увеличить. Это обязательно, чтобы... 116.992. 116.979. По валютному рынку немножко сокращенно. Будем сегодня, потому что S&P в прошлый раз не затронули. есть, оказывается, кто следит за обзорами по S&P. Кстати, если вам не сложно, если, допустим, вы посмотрели запись, вот таким вот обычным приемом, просто пишите, с какой минуты начинается, допустим, какой инструмент. Ну, вот так вот, 0.25 и пишите через тире, там, рубль или золото. В комментариях это очень полезно будет для других, кто будет смотреть. Они просто будут кликать и сразу будет начинаться видео с этой минуты. Потому что Рома, допустим, этот тайм-код не успевает ставить. Это вот буквально написать время, когда начинается инструмент, в комментарии добавить. И этого вполне, вот, я вам буду очень благодарен. Даже какой-то комментарий, либо же свое мнение, тоже. Так. В общем, Газпром еще готовится, модель недоформирована. Тут, скорее всего, есть намеки на фиксацию перед выходными. Шесть дней агрессора на продажу. Ну, что еще добавить? Уровнение вам выделил. Дальше уже, смотрите сами. Так, рубль. Да, совершенно верно. Ссылка со временем формируется. И вы... Вы один раз помогли другим. Зайдете посмотреть запись. Кто-то уже тоже добавил тайм-код. Это не сложно. И облегчает многим. Так как полтора часа уже скоро будет. Мы даже не затронули еще валюты. Еще русский рынок рассматриваем. Полтора часа. Представляете? Они все больше и больше, эти обзоры. Так, рубль. Соответственно, никто не хочет смотреть по два часа. Лучше там Аватар посмотрят. Правильно? Трат к Крепскому морю, допустим. Чем вот с 3-с онлайн. Так, рубль. Ну, в общем, стоим. Почему стоим? Кого ждем, да? Так, 56 пока. Блокпост, железная отметка. 56 даже 400. Можно спокойно вот зафиксить. И по открытому интересу смотрим, что у нас тут за активность. А у нас снижение не особо воспринимали. Но вот 25-е число и 24-е отличилось небольшим притоком позиций. Значит, у нас было 3 миллиона. На следующий день становится сразу 3 миллиона 163 и 181. Ну, в общем, вся ударная часть пришлась на 24-е число. И пятница. Шкодница зафиксировалась, собственно, на ту же прибавку, которая пришла в четверг. Там же сразу и зафиксировались. Похоже, что готовили площадку. Еще добавили 30-ку. И в пятницу быстро ее зафиксили, пока есть кэш. Соответственно, все внимание на эту сессию. Она была агрессивна. Вот. Ну, есть опытные трейдеры, которые там... Есть кто только знакомится. Ему нужно именно по своему инструменту просмотреть аналитику, уровни там, да и все. Ну, у кого-то времени мало. Ну, все мы разные. Так, ядро. Давайте зафиксируем сейчас текущий контракт. Это 5.3.6.0.57.240. Видите, объем пока уже постепенно сместили. И торговая сессия 24-го числа у нас отпечаталась как покупатель. Вот так вот. Значит, селлер 242 тонны пришелся на 19-е число. И за неделю у нас получается 3 сессии на покупку. Одна такая интересная сессия на продажу. И пятница, судя по всему, фиксация просто перед выходными. Так, давайте сейчас это все еще в довесок к дисбалансу обидаск. И посмотрим по споту. Что же там происходит-то? Так, немножко подутихла волна продавцов. И вот постепенно меняется с байеров на селлеров в Sway. Ну, дело такое. По процентности у нас за неделю лидер пока селлер. 5% и 24-го числа 4,7% на покупку. Ну, покупать всегда страшнее, поэтому и модели на покупку дольше формируются. И процентность тут предоставляется допуску. Так. Давайте на классы Profile перебрасывать внимание. Сейчас, одну секундочку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Даже с учетом 3-х миллиона этой сессии, она в среднем делает как раз по 2,4. Открытый интерес, напомню, у Дарвиц пришелся хороший приток был именно 24-го числа. А в четверг там не особо много, причем в пятницу закрыли столько же. Поэтому мы сейчас детальненько эту сессию просмотрим. Что там произошло и где там это все разместилось. Вот эта сессия, 24-е число и для вас будет полезным знать, где этот приток был. Так, значит, 3 миллиона... Так, я что, перепутал? 24-е... Так, пик был 16-33-2. Закрытие у нас было 3,2. Потом 3,2. 24-го... И 3... 199 в четверг. Сегодня у нас 3 миллиона под закрытие... Ну, вышли, понятно, выходят. Значит, приток основной был на этом участке. Как раз отличный период. И... Де-факто, вот, вся основная активность до открытия Америки. А это, похоже, сразу сбросили и набрали позиции по-быстрому. Вот, открывались. Видите, ровно прям под линейку. Похоже, автомат включили, который открывал сделки. Вот здесь тоже, кстати, обратите внимание, это все было вечером. Соответственно, имеем де-факто коридор 56-770 по 56-590. Группа неизвестных совершила с подозрительными намерениями... Вечернее открытие массового позиции. Ну, тут не только вечером... Где у нас тут? А, вот это 24-е. Так, утром до 13.30 мы берем массив. Отдельно выхватываем 56-510. Вот этот коридор по... 600-ю. То есть, массив 24-го числа. Ставим. 10-0-0. Так, тут у нас получается... Чуть больше. Это общий вот диапазон. Это если брать все дни. Вот этот выделен. Я его сейчас военным цветом таким отмечу. А также нужно еще выделить конкретно... Какие массивы для тех, кто... Более так точно хочет зафиксировать... Определенные массивы выделить... Ну, я понимаю, потому что есть массивы, которые... Не стоит брать... На поддержку, допустим. А есть массивы, которые... Интересны достаточно. Не взять массивность вот здесь. Давайте посмотрим по дельтам, что было-то вообще. Значит, вот она. Вот она. Золотая жила. Тут конкретно размещали позиции. И конкретно, как видите, байеры. До 16.00 весь массив запечатан именно ими. Давайте мы его зафиксируем. И вы будете мониторить его использовать как ориентир. Пять миллиардов. Эх, пять миллиардов. Так, даже подписываем саппорт номер один. Тут прям все по фундаменту, все по объемному анализу. А здесь, как видите, часть массива на стопах пришлось. Поэтому мы его обходим стороной. Там не особо хорошее место. Так, и давайте посмотрим кумулятивную дельту по дням. Угу. 23-го уже пробовали. Уже пробовали, ребята, с утра. Потом вечерка пришлась какая-то аномальная. Вот непосредственно в понедельник. Давайте это зафиксируем. Так, под закрытие, да, 156, 118. И малость пришли. И вот до 9-ти часов еще какие-то были активные, ребята. Да, вот покупки набросали. Открылись они тоже на хорошей дельте. И все это коту под хвост. Сразу выбросили всех. Так, попытки были, были, были. И только сейчас вот получилось. Хорошо. Так, у нас подтверждение. Вот расширение было тоже на покупках. Так, вот видите, этот же массив возвращали обратно. И пока откорректировались, но не посмели пока пробить. Вот такие вот ребята у нас. Так. Вот, как видите, то одни, то другие, то одни, то другие. Ну, в итоге, в общем-то, победила команда молодости нашей. Так, давайте отметим, где те, где другие вообще открывали позицию. Так, ну, собственно, утром вот все, что открывалось, так это было утром. Участок. Остальное все никуда не годится. Так, вот массив этот. Я вот даже не буду особо отмечать. Цена ушла ниже, собственно. Итак, прощальный вот такой маневр за стопорями. Тоже не очень красиво, но что сделать. Пока есть шансы, есть надежда. С учетом того, что вы еще возьмите 56-300, просто мониторить, потому что здесь все-таки, как хотя бы просто проявили активность. В понедельник будем без Штатов, без Азии, соответственно, могут все, что вот подготовили они в пятницу, использовать в понедельник как хороший стартовый Байконур. Так что, ну, по крайней мере, видно, что пытаются сражаться в Аэро. Суммарно, в принципе, кумулятивная дельта ушла ничья. Как видите, в кумулятивную дельту в общем за неделю уходят ничью. Так, давайте посмотрим, что там на споте. Так, полтора часа уже все, надо быстренько... Итак, у нас спот. Да, тут прям... И еще вот здесь. Ну, сейчас более точно мы выделим на классы профайля, но сам факт того, что у нас есть... Четверг волатильный, три дня. Итак, ликвидность. Смотрим ликвидность. А ликвидность у нас немножко... Обороты поднялись. Вот у нас ликвидность идет потихонечку, идет из-за мая. Она немножко выросла. Значит, в среднем в 3,4, почти 5, 3,7, почти 4, 3,5, 3,5. И в 18-го 6,5. Тут почти 5 и 6,5 у нас на макушке. Соответственно, дельта в четверг-пятница была на мизере, абсолютно практически на продавцах. И вот у нас сессия тех же самых селлеров, 19-го числа. Как видите, пока коридорчик не пробили. Мы его фиксировали, если не ошибаюсь, с прошлым обзором. Точно так же, как и этот уровень не пробили. Это просто халявные коридоры, которые можно использовать. Ну, и 4,5-я так достаточно аккуратненько себя ведут. Видимо, переживают. Так. Процентное соотношение. Тут 3,9, 2,2. И эти все по 18, 14 и 11. Вот. Давайте посмотрим на кластер профайли. Там будет уже понятно. Ровно идет с 17-го числа. Вот. Не ниже 3,5. Как видите, обороты не падают. То есть, 3,5 уже по вторую неделю идет обороты по споту. Давайте зафиксим такие все-таки удачные моменты у селлеров. Итак, 400 тысяч с разными вариациями копеек. Это прям заметно невооруженным взглядом. Каждый день есть бит по 400 с чем-то тысяч. Тут даже 2. А вот. 4 дня я нашел. И... Ну, тут уже аск идет. Вот у нас нету. С 24-го числа у нас в районе 56-40. Потом. Сейчас я отмечу именно эти точки. На всякий случай, если будет возможность, проследите, как будет рынок реагировать на эти маневры. Не просто так. 4 дня подряд по 400 тысяч у нас кто-то бедует. Так. Еще вот. Тут 2 цены. Тут 3. И вот тут тоже 2. отметим их, соответственно... Отметим их, соответственно. В общем, ну, с этим ясно, да? Цена 56-58, коридорчик возьмите на всякий случай. Так, а вот крайнее у нас тоже, видите, здесь похоже. Вот количество бидов. И каждый день, видимо, вот CB400, это эта сумма везде. В каждый день есть биды по 400 тонн. 56-05. Тут полмиллиона больше не было. И здесь на том же уровне. Вот у нас коридор. Два раза по 400. На следующий день в ответ. Тут почти, почти добрали 400. Такая, все 6,3 слабенькая локация. Тут достаточно много было дельты на бай. А вот тут у нас идет вход кастомизированной дельты. Давайте посмотрим, как оно все выглядит на срезе за неделю. Так, 56 и 56,3, это такие самые у нас 344 дельта. Это с 19-м числом. Сейчас мы давайте конкретно за неделю поставим. Ну, они особо не изменились. 344 тонны, это 56-40, 45-45 там с копейками. Вот плотненько. А продажи у нас, вот, отличились и 137-я. Там самое минимум, вот оно. А так тут плотно все на покупках. 400-1 тысяча и это 56,3. Вот плотненько вот здесь. А мы вот так сделаем, ничего нам не будет мешать. Видите, да, 116, 167, 344. 401, вот, 56,3. И 189 еще под 56,5. Соответственно, не смогут пробить эту точку. А вот продажи будут под вопросом. А вот тут у нас идет... А, 40 тысяч, ну, немного, да. Да, это цена у нас самозапакованная, 56,3. И там уже идет вот часть, тут ядро. И потом 56-я. Так что вот так вот на споте. В общем, пока не особо красиво со стороны селлеров. То есть, ну, нет такой особо уверенности. Есть активность, но стандартная. Обороты увеличились и активность повысилась. Евро. СНП... Две недели до экспирации. Там... Фиксируют они, скорее всего. Посмотрим сейчас, чем закончился день. Сейчас мы еврик просмотрим, буквально фунт, и все на сегодня. И СНП. А, в общем, по еврику открытый интерес есть. Хорошо. Рост может быть. Соответственно, начался этот приток у нас по открытому интересу с этого дня. В общем, желательно, чтобы 11... В общем, 3 единички, чтобы удержали, тогда есть шансы на продолжение роста. А дельта была это все время на продажу. Вот такие подставы бывают на еврике. В общем... Растут на отрицательной дельте, открытый интерес растет. Бог знает что. Давайте поставим агрессора. И тут тоже самое. Хеджируется, видимо. Хеджируется. Не прикрывая даже стыда. Так. А вот на индексе доллара у нас появляются впервые такие вот отпечатки пятидневного байера. Обратите внимание, это в этом контракте впервые. Во-первых. Во-вторых, предвестником торможения продаж был 18-й четверг, 6,5 тонн. Вот эта котировочка. И неделя стоит просто как вкопанная. 5 дней идет бай на самом минимуме. И вкопанная неделя. Поэтому индекс доллара, наверное, тут будет более интереснее рассмотреть, чем еврик. Там... они пускай сами разберутся. Так, ликвидность. Давайте, наверное, на кластер профайле. Это все дело... Сейчас рассмотрим. Миша, посмотри, это, Timing Charts, там, где TOC, отчеты идут. Там, возможно, действительно хеджи рот долго. Бывают такие на валютах и на нефти, бывают такие затяжные хеджи. Я стараюсь такие инструменты сразу отложить, пока они там не успокоятся, эти мастодонты. Так, DX у нас идет... Надо включить отображение. Итак, отметим цены, которым очень сильно повезло, и они попали в историю. 9000 контрактов по 97,6. Так, ну, тут хоть сжата шкала, но... Такие цифры я давно не видел по индексу доллара. 9000... Мне не верится. Точно? 46 тонн за сессию. Ну, тогда может быть. 33,31. Тут, видно, системно работает. Чисто по 20 тысяч каждый день, два раза по 30. Это заходит в свои, аккуратненько, незаметно, пока в этого неделя собирают все возможные заявки, и ликвидность одинаковая. Очень часто на разных рынках такое наблюдаю. Уж очень это в открытую происходит. Почему-то в какие-то периоды ликвидность... Ну, раз там в контракт, раз в два контракта, и просто вот под линейку идет. Пути бы вот такой недели, видите? Либо такой недели. Прямо под линейку. Каждый день одни и те же участники, похоже. Либо... Либо они... Не, ну, они, наверное, не знают, что у нас есть платформа. Так, плотненько 96.8 по 96.9, возьмите на заметочку. Да тут, в принципе, каждый день плотненько. Так, дельта процент у нас получается 2. 23 число отличилось, 26 и 25. Почти вся неделя. Молодцы. Так, берем, кастомизируем и идем дальше. Значит, ставим кастом по дельту. Итак, тонна 777, 806, это все вот тут. Это, в общем, за 21 по 26, потом 500 контрактов тут. И тонн на 248 здесь 349. Суммарно за неделю получается немножко сместить. Нужно коридор вот так вот. Потом суммарно за неделю еще здесь берем коридор. Вернее, так плотненько лучше вот эту часть. Так, 11% это вот 96.9 и 16% 97. Это дисбаланс 16% по цене за неделю. Бог ты мой. Что-то готовится интересное. И неделя торгуется у максимума своего, что, в принципе, достаточно неплохой звоночек на возможную атаку. Даже, возможно, 98. Соответственно, ставим алерт на 97.5. Ставим алерт на пробитие максимума. И, на всякий случай, вдруг сиганут вниз и всех при этом удивят. Удивляет. Значит, напомню, что здесь просто гигантский какой-то объем зашел по 97.6. Ну и, соответственно, самая гигантская процентная дисбалансировка у нас была тоже тут недалеко. В нефть. Все. Индекс долларов сразу все валюты покрыл. Тут, я думаю, сразу возникнут интересные решения. Итак, бренд у нас склейку надо включать, потому что тут я, сколько на рынке, не могу запомнить эти контракты по нефти коротенькие. Ну, вот, а это у них обычно нормальное явление. В начале контракта они тарятся, а потом остальную часть все скидывается постепенно, уже потом тарятся в новом контракте. Это поэтому тут неинтересно даже смотреть. Значит, раз, два, три, четыре, пять. Да, вот что. 567 у нас волна. И 465 тонн 25-го числа. Вот бренд отличился, молодец. Давайте посмотрим, что там в общем по объему. Объем 300 тонн и здесь тоже по 300. Значит, опять у нас похожи цифры. Прямо удивительно какое-то событие происходит. Тоже 300 тонн и эти 300 тонн у нас ударили продажами. 6 тонн и на следующий день 7000, хотя объема было меньше. Не то, что меньше, в два раза меньше. 300 против 120, а дисбаланс разный, одинаковый. То есть, у пятницы дисбаланс на покупку даже больше, чем вот этот сумасшедший четверг. Соответственно, чаще всего такие маневры оказываются снятием стопорей. И дельта на пятницу уже даже больше, чем дельта вот этого сумасшедшего четверга. Соответственно, ставьте 50 с половиной. Ладно, такие быть. Ошибся. 51. Вот, алертик. На предмет его проторговки понедельник в вторник и среда. В принципе, если в понедельник даже не будет смотреть на 51, вполне можем за пару дней до 55 дойти. Если есть такие объемчики, тут по 150 тонн было массив вот этой недели. Все-таки с ним считаются, значит, есть какая-то совесть у нефтетрейдеров. Ну и потом психологическая отметка 56. Давайте на пятнашку минут зайдем. Итак, это еврик. Сейчас посмотрим. Фунтик. Раз надо, значит, посмотрим. Так, уже 1 час 45. Ну, это будет рекордный. Ну, 51.72. В общем, если котировочку будут как-то очень аккуратно пытаться удержать выше этого коридора, тут прям напрашивается активность этого участника, который там, собственно, эти дисбалансы разместил. И вот 50.96. Два таких впрыска. Сопротивление контрольное вот тут. Если пройдем 52.80, там уже будет легче. Так, аккумулятивно поднял. Мы сейчас еще фунт затронем. Так. Ну, как вы видите, Европа пытается что-то работать. Америка открывается и все там тарары делает. А ядро недели находится в районе 54. Соответственно, пробитие вот этой локации на сопротивление. И еще вот останется 52.80, 53.28. Если возвращаемся снова на этот коридор, вполне есть шансы огромные туда. На 55. Спекулятивно. Ничего страшного поработать с сопротивлениями. Ну, вот видите, какая дельта. Фунт. Так, 6. Так, по бритиш паунд. 30.04, там плюс-минус, ядро недели. По, можно смело брать 29.66. Это ядро недели по фунту. Судя по всему, если вы заметили, каждый ядро дня аккуратненько скинули по стопорям и ушли. Скинули по стопорям и ушли. И тут особенно сбрасывали Европу на Штатах. Надеюсь, вы использовали это как точки входа. На РТС мы даже стратегию после стопорей заходить разработали. Тут проще некуда. Фунт техничнее в этом плане. Тут концентрация какая-то объема пришлась. Вот здесь обязательно возьмите на заметку в альтернатуре. 29.07, 29.18. Давайте посмотрим по нефти, что там по открытому интересу у них. В общем, открытый интерес на 6Б. Итак, первое ядро контракта у нас намечается. И 28-ю вспоминаем у нас на повестке дня. Отметка 28. Уже знаменитая поддержка. Как видите, в позиции на неделе не особо-то и открывали. Ну вот была позиция открыта немножко тут. Все остальные сессии ничего хорошего не предвещают. Значит, неделя началась с 256 тонн и сейчас 251. То есть, в этот приток четверг был, как видите, на одну тысячонку и то она уже исчезла. Похоже, что либо сброс и у нас возобновится загрузка на следующей неделе, либо мы атакуем 28-ю и дальше уже идет движение до ядра, которое сформировали еще в начале контракта. Так он будет падать дальше или нет? Давайте посмотрим по дельте. Очень тяжело идут на рост. Еще и дельта соответствующая. Вот так вот. Дельта процент. Ну, такое. Не особо агрессивный. Вот 24% было. Но байеров тут, как видите, не особо-то и много. По ликвидности вывод чуть-чуть выше активность стала, но ненамного. То есть, в отношении средних бортов за неделю чуть поднялись оборотки, ну, а волатильнее, соответственно, еще взять. 28-ю смотрим сейчас на 15-минутом таймфрейме. Ну, обратите внимание, в 28-ю как встретили по дельте неплохо. Видите, давайте даже по дням. Видите, кумулятивную дельту мы зафиксировали. Вот, пытаются заходить, тормозят фьючерс. Как раз вот дельта прирост идет на 28-е. Итак, беда. Не, надо сокращать количество инструментов, потому что по 2 часа в пятницу вечером так не пойдет. Так, и у нас... Так, агрессоров хватаем здесь. Так, где могут быть проблемы с сопротивлением? Вот тут. 28-32, 28-48, потом коридор 64-я по 74-м. Поддержка, в принципе, тут началась с 28-07-27-93. Корректировка не значительная, но плотность контроля цены у Bayer, в принципе, неплохая. Практически полдня. Но результатов пока нет. То есть, ближайшее сопротивление он так и не насилил. Вот оно. Поэтому пока говорить о том, что на фунте сейчас разворот формируется, достаточно рано. Единственный сценарий, который бы меня, допустим, переубедил насчет покупки, это в понедельник хорошенький рост хотя бы до отметки VWP. Хотя бы. То есть, вот оно у нас, 29-45. То есть, пробиваем этот весь красный путь. Вот. И на любом из этих уровней сопротивления может зацепиться фунтец и передумать. Поэтому шансов много передумать. А вот ликвидности ловили 28-ю, в принципе, так активно. По открытому интересу, опять же, фунт не особо отличился в этот раз. То есть, это похоже, что фиксация была шартов, которые с четверга устроили. Поэтому такие вот и дельты идут. Осторожнее. Это уровни по фунту. И золото вместе с S&P еще осталось. И все, закрываемся. Баланс, да. Ну, я же говорю, что трудно вериться. Поэтому единственное, это в понедельник какой-то гигантский возврат обратно. Там массив. VWP-то есть фактически. Чаще всего это максимальная цена проторговки. Наоборот, то есть, цена с максимальной поторговкой. Так, ну что, это у нас золото. Так, тут склейку нужно убрать. Про вот это, Миша, я говорил, что расширять начали. Так, 16.05. Давайте на 15-м этом таймфрейме это все посмотрим. Потому что там к 16-мой пятой. Ну, вы видели, да? Открытый интерес. Не супер. Так, фиксируем сопротивление, которое вот сейчас пытаются расширить. Так. Итак, смотрите, у нас картинка какая. Если мы посмотрим на ликвидность. 340, 330, тут неделя идет 160, 200, 200, 146. Расширяем коридор на 146. Ну, ликвидность 146, и это еще и в пятницу. То есть, ну, бог с ней, с пятницы, а ликвидность такая сконцентрирована на максимуме. Давайте сейчас выделим этот коридор. Тут, безусловно, надо все изучить. Значит, так, по дельте у нас получается десятка, тут пятерка, здесь двушка, там десятка. В общем, с 18-го числа идет, в основном, селлер, причем так агрессивно душит. До этого все было тип-топу, байером, как в книжках пишут. А тут, смотрите, по десятке три раза уже в течение полтора недели. Открытый интерес не растет, и вот этот момент, наверное, все-таки жестокие маневры. Добавляем тебя! TL! Добавляем тебя! 800 700 дельта на кубку два раза стрельнули все это то это и приз спровоцировала движение цены все остальная часть сессии просто вот кровь опять же маневр 1700 все стоящие сессии ни о чем вот да вот единственный участок два часа поработали 10 на бою и поддержки зафиксируйте это было 24 числа 1252 и 6 то что вы здесь лимиткой собирали в открытую это я думаю вы с вами вы со мной согласитесь и здесь бесспорно нужно вызывать комиссию по расследованию манипуляции на финансовых рынках жестоко собрали прям прям как скорлупа арбуза и потом арбуз ну в общем золото какое-то опасное и и я сын пивов все два часа не успели сомпий все заканчиваем потому что чуть-чуть затянули сегодня так на и сын пив сейчас я скреку чем рост и вот приток был только последние два дня это незначительный не 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 слишком так же была вот разворотная реактивность вот здесь 16 по 19 число соответственно после сбросика с топорей бесспорно и дисбалансики мы выделяем вот тут вот тут и весь этот рост 24 числа заходим на этот рост соответственно дисбаланс был 6 половиной тут по семерке два раза безусловно ну и плотный плотный коридор зеленый жижи на левой гистограмме говорит о плотной активности пара так в общем тут два массива европа с америка и плюс еще америка неплохо запечатала коридор пока вот пользуются авторитетом его никто не трогает в общем 24 08 по 24 0 425 тут и здесь еще поддержали и даже тут не поспели вот соответственно плотная часть поддержки 24 0 2 еще берем с 23 98 тут даже на гистограмме все без обратите внимание массив по ядру сейчас мы зафиксируем ядро и и wp значит wp ориентир то есть пока торгуется снп выше этого странного уровня видовый пив байер еще активный как только уходит ниже будьте осторожны так ядро 23 96 до 4 более детально рекомендую рассмотреть и сын пив и не забудьте тот факт что у нас экспирация буквально 12 числа уже будет сентябрьский контракт активный я уверен то есть две недели какие-то наполеоновские планы на снп вряд ли будет сейчас в основном спекуляция на фьючерсы идет а такие долгосроки это я там хватает инструментов и эти фиев спать тот самый из фондового рынка поэтому но те кто более-менее держал позиции долго они скорее всего будут на снп скоро фиксировать две недели как раз не особо торговые снп на максимуме две недели тут но прям руки чешутся выйти из покупок единственное пока объем есть они еще могут толкать но вот такие вот объемы пошли последнее время единственный объем это был на реверс но этот реверс кто давно снп торгует я уверен его брал на покупку просто и безоговорочно 2390 по 2380 ядро контракта предыдущего было 2350 по 2335 соответственно на максимуме неделя верни пятница вообще тухлая заходить в понедельник будет выходной в общем лучше поедете отдохните куда-нибудь к океану покупаетесь полторы недели вернитесь уже на начало сентябрьского контракта последние две недели не самые хорошие сделать отпуск я вам говорю тут заходить на шорт опасно могут протащить еще а покупать уже как бы конец контракта на максимуме будет потом самому себе же стыдно что все-таки полезли в эту аферу объемы тоже ведь и не актив на сегодня все всего хорошего хороших выходных спасибо что пришли не забывайте ставить тайм-коды прибыли и все-таки поехать к океану покупаться рекомендую и советую все всего хорошего до свидания пока